Здравствуйте, друзья! Среда нынче, среда, а завтра, в четверг, и будет прямо этот вот самый Thanksgiving. А в пятницу будет то, что называется Черная Пятница, Black Friday. Но, друзья, вы даже не представляете, чем была эта Черная Пятница до эпохи интернет-торговли. Это значит, возле больших магазинов люди с ночи, с вечера занимали места, чтобы ворваться в этот магазин и первыми добежать до прилавка, где в относительно ограниченном количестве можно вот там по какой-то цене, которая заранее объявлялась, что-нибудь там купить. Ну, что купить? Ну, я не знаю, телевизор там, скажем, какой-то там дорогой по тем временам. То есть, скажем, он так стоит там 800 долларов, а продают там 5 телевизоров там за 350. Кстати, вот эта очередь выстраивается. Это был какой-то спорт. То есть, люди заранее планировали там, выбирали, куда пойти, что конкретно купить. Они влетали в этот магазин, двери, ну, двери не отлетали, но были случаи, когда погибали люди. Представьте себе, были случаи, когда погибали люди в тот момент, когда толпа врывалась в большой универмаг. Это все вот происходило у нас на глазах. Надо сказать, что эпоха интернета все это дело, как бы так сказать, подрезало, можно сказать. Потому что у нас сегодня этот Black Friday идет круглый год практически. У нас, ну, так что под лейблом Black Friday начинается за месяц. За месяц. Вот вы можете, они объявляют цены и говорят, ну, можете за месяц, можете сейчас купить. В принципе, логистически это проще, да, потому что по той же цене, но проще отправлять товар, проще его складировать, когда не нужно к одному дню, там, знаете, можно в течение месяца и так далее, и так далее. То есть такой Black Friday превратился в такой затяжной процесс. Я еще помню, такие были замечательные места, значит, в рассуждениях, ну, скажем, в 90-е годы, когда смотрели на вот эту праздничную торговлю и по ней выводили какие-то серьезные экономические выводы. Я работал в компании, она называлась Kensington Microware. Kensington такая компания, которая делала, наверное, и сейчас делает, я просто не слежу за ними. Они делали мышки дорогие. Вот представьте себе там, скажем, 95-й год, да, сколько лет прошло. И вот там мышка стоит 120 долларов. А теперь мышка, мышка компьютерная, 120 долларов. То есть такую мышку покупали, ну, либо какие-то совершеннейшие фанаты, либо просто дарили кому-то, вот так, на день рождения, на Новый год. В основном это дарилось на Новый год, вот этот сезон праздников. Вот, такие дорогие были вещи. Значит, и вот эта компания, в которой работал, у них процентов, я не знаю, там, 85-90 всех продаж приходились на ноябрь и декабрь, понимаете, да? То есть у них вот весь товар уходил вот в этот сезон. Ну, есть такие компании, естественно, их много, которые просто делают что-то такое для праздников, для подарков. Есть компании, все остальные, которые стараются вот в этот момент, когда все идут покупать подарки, они стараются подешевле что-то такое сделать, там, как-то подкопить, там, я не знаю, они планируют под это дело, что всем нужно купить. И вот они бросаются в эту конкуренцию. Еще была такая мулька, что вот самые лучшие цены, если ты действительно хочешь сэкономить, то самые лучшие цены это в феврале. Значит, почему в феврале? Потому что вот люди сейчас покупают, да, на Сэнсгивинг, на Крисмас, там, ну, Крисмас с Новым годом, так сказать, все это вместе. И потом, да, покупают они как? На кредитные карточки берут, там, никто с Кешем не ходит, берут на кредитные карточки. А потом им приходят счета, да, и надо оплачивать эти самые кредитные карточки. Поэтому, как бы, с деньгами у народа похуже. В январе с деньгами похуже, в феврале тоже, соответственно. И вот получается, что если ты хочешь продать что-нибудь в феврале, то, ну, надо совсем уже цены снижать, поскольку спрос, да, в это время такой, в общем, самый хреновый, поскольку люди платят за то, что на самом деле понабирали, там, в ноябре, в декабре. То есть, такие были мульки. Я, честно сказать, не знаю, как сейчас с этим. Вот, поскольку сезон стал более растянутым, да, то есть, вот, люди покупают, там, пораньше. Вот, они не так пиково. Соответственно, рассчитываются карточками тоже, платят по карточкам. Не так пиково, может быть, сейчас такого пика нет. Ну, во всяком случае, вот, были такие рассуждения. А сейчас весь этот Black Friday в интернете, и даже никуда ходить особо не надо, там, с ночи занимать, там, толкаться, затаптывать. Ой, прости, Господи. Собратьев, желающих что-нибудь купить подешевле. Ну, это действительно был такой, как бы, спорт такой, знаете, это фан превращалось. Не, не, не только экономия, но как-то вот так, знаете, квест такой. Вот, когда люди ходят, бегают, что-то там ищут, и такое, как-то, самовыражают. Вот мы, друзья, и приехали на работу. Да, а работа, это то место, где вы зарабатываете денежку, которую можно потратить и на Black Friday, и в четверг, и в субботу, воскресенье тоже можно потратить. Не обязательно в пятницу, не обязательно в черную. Счастливо, друзья. Давайте мы тост, скажем, тост такой, чтобы у нас хорошо зарабатывались денежки. Вот, и чтобы было и на понедельник, и на вторник, и на среду, и на четверг, и на пятницу. Счастливо.